Прослужит 100 лет. Такой срок годности пророчат инженеры новому мосту через Волгу в Балаково. Ожидается, что сооружение изменит жизнь города. Посмотреть, как возводится мост, приехал министр транспорта России. Подробности в сюжете Юлии Шишкиной. Сетка арматуры в несколько слоев – как раз та стадия строительства моста, где нужны женские руки. Бригада арматурщиц буквально вяжет мост как шарф, правда без спиц и клубка шерсти. Это вязальная проволока. Она сцепляет арматуру между собой. Арматура раскладывается в определенном порядке, по схеме, по чертежу. На счету арматурщица Ольги Мерлина из десяток мостов. Крупных, как Волгоградский, и не очень, как в Трестанном гуселке-шумейке. Ольга точно знает, какая начинка будет у новой переправы через Волгу в Балакова. На палку раскладывается в определенном порядке арматура разного достоинства. Ну там, какая положена по проекту. А потом это бетонируется. Иначе это же будет в воздухе. Это образец местного производства. Стройматериалы, металлоконструкции – проект всей Саратовской области. Проект создавался индивидуально для Балакова. Длина моста более двух с половиной километров вместе с подходами. Сваи опор уходят в Волгу на 20 метров. Под мостом сможет пройти речной транспорт любых параметров. Много лет единственной наземной связью между старой и новой частями Балакова оставался шлюзовой мост. Во время его ремонта или ЧП отрезанными остаются не только люди, но и атомная электростанция, химические предприятия. В общем, новый мост должен существенно облегчить жизнь города. Четыре полосы движения, причем крайние полосы движения предусматривают движение троллейбусов, автобусов. То есть они уширены, крайние полосы. А при этом мы имеем разделительную полосу центральную 3 метра. Поэтому в случае возникновения чрезвычайных ситуаций по мосту вполне могут проходить пять полос движения. Мост, он действительно очень много развяжет автотранспорта, который будет идти и на Хвалынский район, на Ульяновскую область, на Сызрань и пойдет на Самарскую область. Поэтому для области это большое поспорить. Увидеть стройку в Балаково приехал министр транспорта страны Максим Соколов. Сейчас с подачи президента Путина в России бум мостового строительства. Днями ранее министр открывал мосты в Новосибирске и Самаре. Балаковский собрат готов на 80%, но есть препятствия. Для завершения стройки не хватает 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Министр транспорта привез обнадеживающие новости. Правительство Госдуми направило уже проект бюджета на 2015 год, где на завершение этого объекта были изысканные с трудом, но изысканные средства, которые позволят продолжить работу как в этом году, так и постараться в первом полугодии следующего года завершить этот объект и ввести его в эксплуатацию. Мы просто благодарны в ожидании. И на самом деле есть очень правильно. К 70-летию Великой Победы ввести его и назвать там его. Мост Победы! Спасибо! Наши Победы! Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.